Всем привет! Сегодня в уроке 4.1 я расскажу, как можно рисовать без черепашки, используя такие нормальные функции для рисования, как линия, окружность, овал, прямоугольник, точка. С помощью этих функций рисуют все серьезные программы на вашем компьютере и в телефоне, ну и ваши любимые игры. Так, ну вы, наверное, сталкивались с такими рисунками, где нужно получить конечное изображение, соединив точки отрезками по порядку. Например, первый соединяем со вторым, второй с третьим, третий с четвертым, четвертый с пятым, пятый с шестым, шестой с седьмым, седьмой с восьмым. Ну вот получилось что-то похожее на кита. Также вы, наверное, я не знаю, сталкивались или нет, но наверняка вы что-то рисовали в школе по клеточкам. Видно, что по клеточкам очень легко скопировать изображение. Если бы здесь не было клеток, то мы бы, наверное, нарисовали что-то такое. Я не знаю, похожее на настоящее или нет. Вот. А по клеточкам мы можем переносить довольно точно. Ну, я вам не буду долго рассказывать про систему координат, это вы в школе проходили или пройдете. Я хочу рассказать, как эта система устроена в нашем модуле черепашки для Луа. У нас есть поле, где умеет, где живет наша черепашка. Она появляется в начале координат. Начало координат это такая штука, где пересекаются оси координат. Горизонтальная ось – это ось Х и вертикальная ось – ось У. В школе у вас эта ось смотрит вверх, так что положительные значения вверху, а отрицательные внизу. Ну, извините, наша черепашка и язык Луа, и почти все языки программирования, которые предоставляют вам работу с графикой, они все имеют как раз такую систему координат, что обычно левый верхний угол имеют координаты 0,0, положительные координаты по горизонтали идут слева направо, и по вертикали идут сверху вниз. Так, ну и мы видим, что координаты, где у нас появляется черепашка, 0,0. Справа у нас здесь максимальная координата 225,0. Почему, 0? Потому что сначала мы пишем координату по горизонтали, по оси Х. В чем похожесть рисования вот по таким точкам? У каждой точки было название в виде числа. А здесь, если мы хотим нарисовать вот этого слона, у нас у каждой точки название просто из двух чисел, которые подряд пишутся. Первое число это по горизонтали Х, а второе число по вертикали У. И обычно пишутся вот так, эти числа через запятую. Так, ну давайте попробуем совместить нашу черепашью систему координат с рисунком слоника и попробуем какую-нибудь линию из этого рисунка. Или давайте сначала глаза попробуем перенести. Вот давайте найдем координаты глаз этого слона. Так, сотня это у нас здесь по Х. Здесь значит 50. Я не буду писать. Здесь сотня здесь. Так, если 50 разделить на 2, помните 25. 50 плюс 25, значит здесь у нас 75 координата по Х. Так, вот здесь. Итак, координата вот этого глаза у нас будет 75, запятая, теперь считаем координату по вертикали. Не забываем, что у нас здесь отрицательные числа, минус должны добавить. Так, ну а здесь ровно минус 100. Итак, координаты нашего глаза 75 минус 100. Давайте вот здесь отсчитываем теперь на этом рисунке 75. Так, ну вот где-то у нас 100 здесь, здесь где-то у нас 50. И вот где-то 75 здесь. Так, 75, запятая, минус 100. Ну вот один глаз перенесли. Ну давайте теперь перенесем, ну что-нибудь простое, чтобы долго не ходить. Вот эту вот линию. Так, она начинается у нас в координатах 0,0 здесь. Ну это очень просто. А вот здесь какие координаты? Первая координата по горизонтали, по оси Х. Так, сотня у нас здесь, 50 у нас здесь, 75 здесь. Ну опять 75 нам попалось. Вот я точку выделил. Значит у нас координата будет минус 75. Извиняюсь за такие пятерочки. А по вертикали, опять в отрицательную, мы идем в сторону. Так, здесь у нас значит минус 100, а здесь у нас минус 50. Итак, координаты этой точки минус 75, минус 50. Отсчитываем так, здесь минус 50, здесь минус 75, и где-то вот здесь 50. На пересечении вот этой вот этих координат получаем точку. Ну, когда вы начнете экспериментировать, все пойдет проще. Вы можете начать сначала рисовать вот в этом квадратике с положительными координатами от 0 до 225. Гораздо проще. Тем более, если вы в школе не проходили отрицательные числа. Напоминаю, как нам выбрать цвет. Я уже говорил. Выбор цвета для рисования линии и точки с помощью вот такой функции. PenColor. Как для черепашки мы делали цвет. А вместо вот этого вот цвета мы подставляем переменную, в которой хранится цвет. Либо можем сразу вызвать функцию, которая смешивает три цвета. Ну, вот здесь для вас подсказочка. Можете потом остановить видео и посмотреть, как у нас желтый, зеленый, белый получается и так далее. Кстати, для черного нужно указать 0, 0, 0, 3, 0. Так, ну а помните, для того, чтобы получить случайный цвет, не возиться, чтобы вот с такими вещами, можем использовать функцию Rank. Это случайный цвет. Выберет, как мы для черепашки выбирали случайный цвет, так и здесь. Ну, наконец-то. Наконец-то мы пришли до набора наших суперфункций, которыми пользуются, можно сказать, профессионалы. Для того, чтобы рисовать окна в вашей Windows, в игрушках и так далее. Так, давайте я буду говорить, что за команда, и сразу мы будем эту команду пытаться исполнить. Так, Pixel. Это от слова Pixel. Нарисовать точку. На размер точки никак не влияет толщина пера нашей черепашки. Если вы в вашей программе сначала вызвали черепашку, ей что-то рисовали, сделали толщину пера, то это не важно. Pixel нарисует все равно все очень тоненько. Так, ну давайте мы сделаем... У меня здесь уже в заготовке выбран красный цвет. Видите? Pixel. Я забыл, как он пишется. Pixel. И у этой функции есть только координаты. Координаты. Вот эти наши координаты. Если вы забыли. Вот наши координаты. Где рисовать этот пиксель? Вот это вот совпадает полностью с нашей черепашкой. Если мы укажем ему координаты 100, минус 100, через запятую, то он нарисует вот здесь пиксель. Если мы укажем координаты 100, 150, он нарисует здесь. Ну вот давайте такие и попробуем. Pixel. 100. 150. Запускаем. Видно ли этот пиксель? Так. Я что-то этот пиксель не вижу. Так. Ну давайте. Ага. Все отлично. Вы сейчас видели, что я один пиксель не увидел. Но так как у меня здесь рисование идет в цикле, то я... Еще раз повторяю. Так. Что происходит? Рисовать точку по координатам 100, запятая и. А что у нас вы находится? От единицы до 255. И у нас система начинает рисовать. Одну точку маленькую, вторую, третью, четвертую. И вот так 255 раз. Получилась даже линия. Кстати, я вам не рассказывал про цикл, но вы могли догадаться. Здесь мы начальное число указываем. Давайте, если мы укажем здесь минус 250. Запустим. Смотрите, как отлично. С отрицательного числа, с отрицательного значения, начал наш цикл работать и закончил уже работу свою на положительном значении. Так что он рисовал точки, как мы здесь видим, по координатам 100 и от минус 250, извините, и так далее, и так далее. Здесь где-то 0, здесь уже 10, 100, 200 и 250. Так, ребят, по-моему, у нас даже не 250, а 225, я же говорил. Размеры нашего квадратика, окна для черепашки, 450 на 450. Да, все правильно. Все дошло до самого конца. Так, ну давайте, а если мы нарисуем вот так? Тоже, кстати, не бойтесь экспериментировать, как вы будете. Как так получилось? А если мы вот так сделаем? Давайте я живое программирование включу и буду тут добавлять строчки. Попробуем вот так вот сделаем. Здорово, да. Всего-навсего двумя точками мы уже нарисовали какой-то такой крест. Ладно, хватит с этим пикселем. Понятно, рисует одну точечку, очень маленькую. Так, что у нас дальше? Линия. Линия, ну, она соединяет две точки. Вот как мы у точки координаты указывали. Указываем точно такие же координаты, но, вот, например, вот точка отсюда. Отрезок мы будем рисовать из этих координат до этих координат. Все очень просто. Давайте я вместо пикселя напишу line. И буду делать это так. Буду, давайте, рисовать из координат, из начала координат наших. Из координат 0 будем соединять линии координаты так. Ну, это как-то не очень интересно. Давайте сделаем случайные координаты сюда. Я эту команду в предыдущих уроках где-то говорил. Мы должны здесь указать... Мы здесь должны указать... У черепашки есть такая функция, которая возвращает случайное число. От 0 до значения, которое здесь указано. Это значение может быть и отрицательным. Вот давайте вот так. Рент минус 225. Или давайте минус 100. Что же будет? Запускаем. Смотрите, какая красота получилась. Какие-то лучи. Давайте будем не только красным, например, закрашивать. А давайте случайным цветом. Какой у нас красивый... Помните, как случайный цвет? Rank. Rank. Не путать с RENT. RENT выдает число, а RENT выдает случайный цвет. Ну, по-моему, красота получилась. Кстати, если мы хотим... А если мы хотим сделать, чтобы эти линии рисовались не из начала координат, а, например, вот отсюда, досюда... Что будем делать? Давайте вот только с этими координатами решим. Помните, сколько всего у нас... Какой у нас ширины экранчик у нашей черепашки. Всего он 450. Значит, в эту сторону 225. И в эту сторону 225. Если их сложить, получится 450. Итак. Значит, мы должны получать число от 0 до 450. Запускаем. Странно. Ничего не изменилось, но линии как-то больше наклонились. Как будто он рисует вот здесь, за экраном. Отсюда и начинает... Все правильно. У нас... Мы должны вычесть половину экрана. Не хочу я производить сам вычисление. Пишем 450, разделить на 2. Пусть нам сам все разделим. Ну, отлично. По-моему, все получилось. То же самое вы можете сделать и с координатами по Y. Но это тоже экспериментируйте, думайте сами. А мы продолжаем урок, чтобы его не затягивать. Так, что у нас есть? Прямоугольнички. Давайте прямоугольнички разберем. И почему вот синим цветом я такую штуку написал? Оказывается, здесь можно рисовать не просто прямоугольники, которые мы сейчас и продемонстрируем. Линии. Линии убираем. Я просто закомментировал, чтобы она не мешалась. Закомментированные команды, эти и эти, они не работают. Вы, наверное, это помните. Так. Экт. У него мы должны указывать координаты левого верхнего угла. Вот смотрите, вот это прямоугольник, да? Мы указываем координаты левого верхнего угла для рисования. Давайте я его сейчас без всяких случайных чисел, я его просто нарисую координат по координатам 0,0. Но не забудьте, мы должны ему дать ширину. Сколько у нас ширина экранчика? Давайте с запасом сделаем, чтобы маленькое влезло число так. 100 на 50. И посмотрим, как наш квадрат рисуется. Ага. У нас даже вот так получилось. Хорошо. Так. А если указать? Подождите, я не понял. Здесь же случайное число у нас. Случайный цвет выбирался. Да, все правильно. Все правильно. Вот здесь красный цвет выбираем. Рисуется прямоугольник красным цветом. Нормально. Так. Что у нас еще есть у этого прямоугольника rect? Слово rectangle. R. Какой-то R. Можно рисовать прямоугольники со скругленным углом. Например, давай скругляй окружностью с радиусом 10. Ну, по-моему, мы видим разницу. Давайте даже так сделаем. Нарисуем два прямоугольника рядом. Один повыше. Как повыше нарисовать? Вот эти начальные координаты. Чтобы его сдвинуть вверх, X это первая координата, это по горизонтально двигает. А по вертикали вот эта координата. Пишем минус 100, например. Два прямоугольника. У одного прямоугольника убираем. Ну, вот вы видите всю разницу. Если мы 4 числа передаем, то рисуется просто прямоугольник. А если 5, то 5 число это вот на сколько скруглять. Так, ну давайте попробуем вообще скруглить очень сильно. 50. Смотрите, он у нас в овал уже начал превращаться. Ну, ладно. Для овалов есть своя функция. Кстати, красиво. Можно кнопочки рисовать. Так. Ага. Есть у нас... Дальше идет заливка. Заливка. Давайте попробуем прямоугольничек зальем. Вот мы нарисовали один этот прямоугольник, который без скругления углов. И я сейчас заливку включу. Заливка это как в MS Paint, или вы в любом другом редакторе графическом рисовали. Выбираете какой-то цвет и проливаете краску. И краска начинает растекаться, пока не заполнит все границы. У нас сейчас границы нарисованы у прямоугольничка. Давайте закрасим по координатам 0,0. 0,0. Так. И ему... Он... Наша заливка не берет цвет пера. Ему нужно каждый раз указывать свой цвет. Вот. Видите цвет? А, я перепутал. Кто же перепутал? Так. Цвет нужно указать. Давайте мы ему случайный цвет поставим, чтобы не возиться. Первым параметром в заливке идет цвет. Можно сюда написать красный. Ну и мы не будем. Пусть случайным числом. Так. А что за такое заморгание было? А. Ну все понятно. Я же внутри цикла делаю. И это 450 раз повторяется. Просто компьютер довольно быстрый, поэтому происходит такое моргание. Ну отлично. А если я теперь эту заливку сделаю не по координатам 0,0, которые здесь были, а внутри нашего прямоугольника? Так. Давайте посчитаем координаты нашего прямоугольника. Если где-то здесь 0,0, то координаты нашего прямоугольника, например, 50 и... минус 50. 50. Минус 50. Так. Я промазал. Не минус 50. Тогда делаем, а минус... А. Ну да. У него же высота 50, так что я не добрался до него. Ну 80. Минус 80. Должно уже. Да. Видите, стал моргать наш прямоугольник. Поморгал. Все правильно. Я попал. С заливкой вы разобрались. Цвет и координаты. Давайте быстренько дальше идти. Текст. Писать текст. Ну, я еще одну функцию забыл вам рассказать. Так, ладно, пусть это все происходит. А здесь мы будем писать текст. 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 Привет. Давайте посмотрим, если мы просто текст передаем. Наш текст моргал. Но моргал только из-за того, что перерисовывался весь экран. А, не только перерисовывался. Когда рисуется прямоугольник, он закрашивает внутри себя всегда белым цветом. Не знаю, почему у черепашки такие порядки. Ну, вот так. Так что, если вы рисуете прямоугольник и хотите его закрашенным иметь, всегда должны использовать fill. Потом закраску. Так. Как увеличить размер нашего текста? Пишем фонд. Фонд, например, 30. Это размер нашего шрифта. Можно фонд, например, 3. Будет маленький-маленький. Да, его почти не видно. Если не будем писать, если не будем никакой фонд вызывать, то у нас размер будет по умолчанию. Он где-то 12 равен. Не важно. Так. Какие у нас есть еще параметры у нашего текста? Угол. Угол. Ну, угол вы, наверное, помните. Вот у нас есть углы. Так. Угол поворота. Вправо поворот это положительное число. Ну, влево это отрицательное. Давайте повернем немножко влево. Вот примерно вот на такой угол. Здесь он равен 45. Так. Давайте попробуем. 45 здесь напишем. Минус 45, так как мы влево хотим нашу надпись развернуть. Так, ребята, что-то она повернулась вправо. Подозрительно. А если мы так сделаем? Ну, точнее, как влево-вправо. По часовой и против часовой. Да, здесь почему-то угол поворота не такой, как у нашей черепашки. Он наоборот. Так что, если мы хотим против часовой стрелки поворачивать нашу надпись, то положительное значение передаем. Так. Ну и следующие координаты нашего текста. XY. Координаты точно такие же, как мы рисовали наши... Давайте я вот так сделаю. Хочу по случайным координатам, чтобы писались всякие слова. Ничего тут словами написалось. Интересно. А давайте случайный угол. Еще надписи наши сделаем. Угол может быть от 0 до 360. Поэтому напишем здесь 360. Красивый эффект. Так. Ладно, с надписями разобрались. Быстренько идем. У нас остались круг и овал. Ну, давайте мы пройдем сразу с овала начнем. Потому что круг это тот же самый овал. У него нет только вот этого параметра. Радиус второй. Так. Если вы проходили радиус в школе, то знаете, что радиус это расстояние между центром окружности и точкой на этой окружности. Вот. И радиус, конечно же, для любого угла поворота он один и тот же. Так что если вы хотите нарисовать какую-то окружность шириной 200, вы должны указывать радиус всего 100. Потому что это как бы половинка нашей окружности. Так. Ну, я сказал. И давайте прорвать. Чтоб текст не моргал. Все это убираем. 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 Теперь здесь давайте будем рисовать окружность. Я вам сказал. Мы это пропустим. Давайте координаты 0, 0 и радиус. Радиус, например, 100. Смотрим на нашу окружность. Вот получилась окружность 100. Так. А давайте радиус сделаем и. Что будет? От минус 200. Я не знаю. Может ошибка выдастся. Нет, не выдалась. Кстати, интересная тоже картинка. Ну, немножко неверно. Радиус не может быть отрицательным. Но это не важно. Давайте мы тогда сделаем здесь вот так. От 0 до 255. Кстати, я вам еще про цикл форм не говорил. Здесь можно третье число указать. Третий параметр. Это шаг. Обычно просто единица прибавляется. А можно не прибавлять не единицу, а, например, что-то отрицательное значение или положительное. Давайте вот так. Пусть, пусть, наш, наше и увеличивается от 0 до 255 через каждые 10 шажков черепашки. Ну, что, по-моему, все отлично. Поняли, да, как работает? Так, а если мы здесь еще включим случайный цвет, получаем красивые окружности. Так, давайте дальше смотрим, что у нас. Ага, радиус. Дальше можно указать цвет. Цвет я указал. А что за старт-финиш? Старт-финиш. Давайте опять на углы посмотрим. Старт-финиш. Это углы. Для того, чтобы можно было рисовать не всю окружность полностью, а какой-то сегмент. Например, вот эта вот часть пиццы. Как нарисовать вот эту вот часть пиццы? Мы должны начать с угла 0 и закончить углом минус 45. Давайте попробуем. Здесь указываем 0, минус 45. Значит, рисуй. Не хочет рисовать, что я там не указал. Какие? Ага, цвет надо указать. А цвет, вот этот цвет, он задавал цвет ободка. Водки нашей окружности. А если мы хотим указывать, если мы хотим закрашенную окружность, круг, чтобы получился, мы должны указать еще и цвет. Давайте. Так, еще раз проверю. Я просто не помню порядок координат. Так. Круг идет сначала радиус, потом цвет. А цвет мы давайте тоже случайный возьмем. Итак, это координаты начала, центр нашего круга. Это... Так, я не туда вставил. Следующее и это радиус круга. Следующее идет цвет круга. Так, давайте тогда сначала без всяких этих кусочков пиццы посмотрим. Вот у нас круг. Как он рисуется? Так, что-то странное. Что-то быстрое. Давайте, чтобы мы успели уследить, мы пишем. Wait. Например, единичка. Одну секунду ждать. Так, видим, что цвет внутри и обводки не совпадает, потому что мы для каждого выбираем отдельно цвет случайный. Вот здесь для обводки цвет пером. Мы же пером обводим нашу окружность. И вот здесь указываем цвет нашего круга, чем внутри закрасить. Ну, отлично. Так. Я уменьшил немножко паузу. Нарисовали. Так, давайте теперь вернем сюда вот эти углы. А если мы будем от нуля до минус 45 рисовать, что же у нас получится? Получится кусочек пиццы? Так. Ребята, я ошибался. Получается от нуля до минус 45 она начинает же против часовой стрелки отсчитывать. И вот она досюда досчитывает. Так что... Давайте вот так сделаем. От минус 45 до минус 1. Минус 0 нельзя, к сожалению, написать. Да, вот у нас кусочек пиццы растет. Давайте, чтобы было понятнее. От нуля до положительного числа. Допустим, до 120. Вот этот вот угол, вот отсюда досюда, равен 120 градусов. А давайте нарисуем... Давайте вместо этих чисел зададим случайное число тоже. Это уже так, для красоты. Чтобы вы поняли, что можно делать очень красивые эффекты на экране. Всего одной строчкой кода. Ну, по-моему... Каждый раз по-разному. Отлично. Так. Дальше. С окружностью мы разобрались. Теперь давайте сделаем овал. Помните, он отличается только тем, что у нас еще один параметр вот здесь добавляется. Если я повторю... Ну, давайте на картинке я могу изобразить. Вот. У окружности один радиус, а в данном случае у нас у овала два. Вот это первый параметр, а вот второй. Если мы их сделаем одинаковыми, вот этот вот R1, R2, то у нас получится просто окружность. Ну вот, посмотрите. Вот я сейчас сделаю их одинаковыми. Я им передаю внутрь И. Так. Давайте, чтобы нас не смущали эти кусочки пиццы. Мы с ними наигрались. Вот. Получается окружность, да? А давайте сделаем второй больше в два раза. Как вот больше в два раза? И умножить на два, например. А если мы сделаем первый умножить в три раза, то уже видите, что наш овал шире, чем выше. Так. Ну все. На этом урок закончен. Ну а теперь бонус. Бонус, бонус, бонус. У нас бонусом идет две такие команды. Две функции. Загрузить и сохранить. Про сохранить я вам, наверное, уже говорил несколько раз. Если мы в нашей программе пишем в конце сейф, так, я дождался до конца, сейчас посмотрим. Ага, у меня ошибка здесь. Я перед вейтом сделал сейф, поэтому он будет бесконечно ждать и никогда не запишет мою картинку. Так, запускаем еще раз. Вот, дорисовалась и появилась картинка. Pick out. Отлично. Если бы у нас здесь что-то красивое было, то это красота. Но в данном случае вот этот закрашенный зеленым каким-то болотным цветом появилась картинка, которую можно... Видите, очень простой формат. Просто название пишем. К нему автоматически добавляется расширение PNG. Графический формат можно использовать где угодно. Так. С сохранением все ясно. Сохранять результат работы. А что за команда вот такая есть? Loat. Если у нас есть какое-нибудь красивое поле, ну вот, например, вот такая вот картинка у меня есть. Если мы хотим ее загрузить как лабиринт для нашей черепашки. Лабиринт, по которому она должна ходить. Или какая-нибудь у вас игра будет внутри лабиринта. Здесь стенки нарисованы и так далее. Здесь должен какой-то танчик ездить. Как загрузить уже готовую красивую картинку, которую вы нарисовали в MS Paint или там в Photoshop. Вот есть такая команда. Называется Loat. Загрузить имя картинки. И мы можем даже координаты не указывать. Давайте просто сделаем Loat. Loat. Вот он у меня есть. Без всяких координат. Запускаем. Давайте лучше вот так вот сделаем. Что происходит? Ну линии, это мы рисовали линии в самом начале. Я просто здесь поставил Wait, паузу небольшую. И поэтому мы видим, как эти линии потихонечку рисуются. Но они уже дорисовались. А вот это что такое на экране? Это как раз кусочек загруженной картинки. Почему мы видим только кусочек, а не всю картинку? А потому что мы не указали вот эти координаты. Видите? XY. И у нас, если мы их не указываем, у нас поставилось туда 0, 0. А картинка это тот же прямоугольник. Мы указываем координаты левого верхнего угла. Так что если мы хотим, чтобы картинка вывелась вся, мы должны указать ей координаты, сместив их сюда куда-то. Влево. Влево и вверх. Давайте посмотрим на нашу систему координат, чтобы посчитать, куда там примерно сдвинуть. Так, вот 0, 0. Вот здесь у нас этот рисунок находится. Мы где-то четвертинку видим. Так что мы должны его сдвинуть сюда. Давайте укажем сразу самый верхний левый угол. Минус 225, минус 225. Так. Давай загрузим нам картинку. Кстати, картинок можно много рисовать. Минус 200. 25, я забыл зорко минус сказать. Запятая, минус 225. У нас размер картинки 400 на 400, поэтому вот 50 точек справа осталось, 50 внизу. Как сделать, чтобы центрирование было? Давайте тогда не минус 225, а минус 200. Минус 200. Надеюсь, сейчас будет все посередине. Да, все отлично. Звезда, из нее идут лучи. Смотрите, какие красивые эффекты можно делать. Почему так мало лучей? Напоминаю. Помните, я в цикле шаг сказал. 10. Если я верну как было, сотру все или оставлю единичку, то вот у нас получится. Вот так. Ну все, на этом урок заканчиваю. И в принципе, можно загружать картинки, уже спрайтики каких-нибудь существ, человечков, которые могут двигаться по экрану. Тут есть еще дополнительные сложные функции, которые нам пока не нужны, которые умеют очищать экран, которые умеют запоминать фон. Задний фон, там, например, лес у вас нарисован. Перед тем, как двигать ваше существо, вы должны восстановить фон, стереть ваше существо, нарисовать его здесь. Иначе ваше существо потихонечку заполнит весь экран своими следами. Ну ладно, эта тема, наверное, уже следующего урока. В следующем уроке мы опять будем возвращаться к нашей черепашке. Потому что, как вы поняли, с черепашкой рисовать проще. Но таких красивых вещей, конечно, с черепашкой просто так не нарисуешь. Ладно, до новых встреч.